Я приветствую вас на нашем канале. И сегодня наша передача будет посвящена очень интересному вопросу, связанному с глобальными изменениями в геологической и окружающей среде и тому, какие процессы последние десятилетия потрясают нашу Землю и с чем это связано. Среди всего я хочу вам напомнить, что Международный комитет по глобальным изменениям геологической и окружающей среды был создан в 2009 году и объединил ученых из более чем 90 стран мира. И основная цель этого комитета это предоставление общественности, организации объединенных наций, главам государств информации объективной и глубокой по процессам, которые сейчас происходят на нашей планете. И тем тенденциям, тем трендам, которые отражают эти процессы. На данном графике показан тренд, на котором хорошо видно, что начиная примерно с конца 90-х годов, общий характер сейсмической активности резко изменился. И начал наблюдаться резкий рост сейсмической активности, который продолжается после времени. Здесь показан график очень интересный. Это график землетрясений, среднего числа землетрясений, то есть сейсмической активности для землетрясений с магнитудой 8 и больше. И график солнечной активности. Магнитное поле Земли. Магнитное поле Земли, речь идет о магнитосфере Земли. Оно непосредственно связано с процессами гиблии Земли. То есть формируется магнитное поле, как мы знаем, в ядре Земли. В результате, как принято считать, вращение внешнего рынкового ядра Земли вокруг внутреннего твердого железного ядра Земли. Вот в результате этого возникает своеобразный механизм динамомашины глобального характера. И вот он приводит к образованию магнитосферы. Вот здесь мы видим график, начиная с 1900 года, как двигался северный магнитный полюс, и кончая в 2010 году. И вот мы видим, что какое колоссальнейшее ускорение 2000 до 2010 года. Вот вы видите, какой промежуток прошел северный магнитный полюс. И вот здесь можно сравнить с 1990 до 2000 года, и с 1980 до 1990 года. То есть мы видим, что ускорение идет колоссальное. И вот самое большое ускорение с 2000 года. Что же произошло в 1998 году? В 1998 году все процессы на нашей планете резко поменяли свой тренд. Нам стали резко возрастать. Это касается геофизических процессов. Например, такой глобальный процесс движения северного магнитного полюса. Магнитный полюс периодически имеет свойство меняться местами. И вот смена магнитных полюсов происходит примерно раз в 200-300 тысяч лет. И эта смена должна приводить, по идее, к очень серьезным последствиям, которые могут отражаться на всем живом, на биосфере нашей планеты, на развитии цивилизации. К чему может привести, в общем-то, об этом говорилось и во многих книгах, статьях, передачах других авторов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что магнитосфера нашей планеты является своим разным экраном, который и дает возможности поступать к поверхности Земли жесткому космическому излучению. Это к корпускулярному излучению частиц высоких энергий, а также электромагнитно-волновым излучением. Если магнитосфера начинает менять полюса, то в этот промежуток времени напряженность магнитного поля резко падает. Если этот процесс будет продолжаться, то мы можем говорить о возможной переполюсовке. Если это может произойти, то необходимо в определенной степени быть готовым к таким событиям. Может быть, это не будет столько дострофичным. Может быть, потому что помимо магнитосферы существует еще и собственное магнитное поле, геомагнитное поле Земли. Это геомагнитное поле очень неоднородно. В определенных местах нашей планеты имеются очень мощные магнитные аномалии, напряженность которых многократно, десятки раз, в некоторых случаях сотни раз превышает напряженность среднего магнитного поля Земли. Это там, где находятся мощные магнитные аномалии, например, месторождение железа, например, хорошо известна Курская магнитная аномалия. Это гигантская аномалия на достаточно большой территории, и в этих зонах будут своеобразные локальные магнитные экраны существовать. Таких мест немало на нашей планете. В целом, средняя напряженность геомагнитного поля тоже достаточно высока, но есть те зоны, где магнитное поле очень низкое. Например, на большей части Европы магнитное поле очень низкое, геомагнитное поле очень низкое. Это связано с низкой намагниченностью горных пород. То же самое можно сказать и о достаточно большой части, континентальной части Северной и Южной Америки. Там, вблизи луканических зон, конечно, есть зоны с большими, высокими значениями магнитного поля, напряженности магнитного поля. Но в остальной части магнитное поле, оно достаточно низкое. И в случае, если произойдет переполюсовка, и напряженность магнитного сферы резко снизится, она приблизится к нулю, то там, где имеется собственное магнитное поле, геомагнитное поле Земли, которое связано с намагниченностью горных пород, вот в тех зонах будут своеобразные локальные экраны. Там больше шансов для сохранения, лучшего сохранения биологической жизни. А там, где магнитное поле будет низким, геомагнитное поле тоже будет низким, там, конечно, шансов для выживания будет значительно меньше. Но это не говорит о том, что необходимо переселяться в эти зоны. Мы будем надеяться, что все-таки наблюдаемый в настоящее время процесс резкого движения магнитного полюса, сферного магнитного полюса Земли, не будет носить такой катастрофический характер. Есть такое понятие, как экскурс. То есть магнитное поле может двигаться достаточно, магнитные полюса могут двигаться на достаточно большие расстояния, и попали о магнитном данном. Даже известный случай, когда магнитный полюс доходил почти до экватора, а потом возвращался обратно. Вот мы видим очень интересный график. Это график, отражающий так называемый коэффициент G2. Это производная от гравитационного поля Земли. Отношение изменений галтериального и полюсного радиуса в Земле. Как известно, Земля сплющена в полюсах. И вот происходит определенная деформация периодически. То есть радиус экваториальный, полюсной, они колеблются. Они тоже являются непостоянными. И вот этот график, он отражает соотношение величин этих радиусов по отношению друг к другу. На этом графике очень интересная тенденция. График был зарегистрирован НАСА с помощью специальной системы лазерных наблюдений, системы спутников. И вот этот график показывает, что в 1998 году произошел резкий скачок этого коэффициента G2. В этот пример произошло вот что. В этот момент, в 1998 году, произошло резкое увеличение экваториального радиуса. То есть Земля вытянулась в экваторе. И произошло сжатие с полюсов. Таким образом, длительный процесс на протяжении всего периода этих измерений коэффициента G2, начиная с 1980 года, тренд шел в совершенно противоположном направлении. То есть, как и принято было считать в геологии, полюса, в полюсах Земля расширялась, а в экваторе сужалась. То есть, она стремилась к приобретению сферической формы. Но вдруг этот процесс резко поменялся на противоположном, и Земля стала сплюшиваться в полюсах. Вот здесь мы видим сомнение этого графика с графиком изменений уровня Мирового океана. И что интересно? Интересно, что именно в 1998 году произошел резкий скачок уровня половины части Мирового океана. Это восточная часть Тихого океана и Атлантический океан. Его уровень увеличился на 3 сантиметра. А другая часть океана, которая соответствует Индийский океан, и западная, и центральная часть Тихого океана, ее уровень уменьшился на 3 сантиметра. Вот этой части. Таким образом, мы видим, что произошла очень сильная деформация и на уровне Мирового океана. А это значит, что поверхность Мирового океана была подвержена какому-то воздействию. Воздействие это может носить гравитационный характер. То есть, это может быть смещение масс в центре Земли, в ядре Земли. А это также может быть какое-то воздействие внешнего импульса. Правда, это более спорно, но можно себе представить, что это мог бы быть мощный гравитационный импульс, который прошел через нашу планету, и он квадрупольно, а гравитационная волна или импульс именно квадрупольно меняет. И квадрупольно изменил форму нашей планеты и, соответственно, форму Мирового океана. И вот именно эта квадрупольная деформация, которая отразилась в расширении в области экватора, расслушивания в области полюсов, оно могло действительно отразить такой импульс. Во всяком случае, в тот период времени нами была опубликована статья, в которой рассматривалась вот такая вот концепция влияния мощного гравитационного импульса на деформацию Земли. Другим интересным фактором является скачок температуры. В 1998 году произошел мощный скачок температуры стратосферы на всей планете. И внезапно температура поднялась на примерно 0,8 градуса. Это очень-очень большая величина, то есть по отношению к средней величине. Потому что такой величины, начиная с 1080 года, по настоящее время, такого скачка никогда не наблюдалось. То есть за весь период наблюдения, именно в этот период произошла такая аномалия. Опять 1998 год. Вот этот пресловутый 1998 год. Что же произошло в этот период? Вот мы видим, опять-таки, график, сравнивающий изменение числа извержений вулканов и коэффициент G2, то есть начальный момент коэффициента G2, его изменения. Мы видим, что в этот момент резко снизилось до минимума количество извержений вулканов. И начиная с 1998 года тренд пошел резко вверх. Значит, и впоследствии, при исследовании тренда, вот это движение вверх, оно было близко к экспоненциальному. И оно продолжается по настоящее время. Вот здесь мы видим графики, которые отражают изменения числа цунами во времени. Начиная с 1965 года, вот в данном случае на графике представлено до 2010 года, именно в этот период был сделан доклад Международного комитета G2. И вот мы видим, что в 1998 году произошло резкое изменение характера тренда. Если до этого тренд изменения цунами был практически прямолинейным, изменение числа цунами, и эти небольшие вариации, небольшие колебания, они как раз находятся в рамках очень слабо растущего прямолинейного тренда, но в 1998 году этот тренд резко изменился, перейдя в экспоненциальную форму. Ну, понятно, что в какой-то период этот цикл тоже изменит свой знак, но во всяком случае в тот 1998 год произошло вот такое вот необычное явление. Если мы рассмотрим график изменения числа наводнений, то мы увидим, что в 1998 году в планетарном плане резко увеличилось количество наводнений. Это скачок. Мы видим, что вот именно с 1998 года произошел некий глобальный скачок наводнений. И вот число наводнений стало резко возрастать, оно росло, росло, и где-то в 2006-2007 годах оно имело колоссальное значение. И следующий график, он показывает, что речь идет не просто о рядовых наводнениях, потому что этот график отражает число погибших людей при наводнении, так как известно, именно масштабные наводнения приводят к большему числу жертв. Вот здесь видно, что в 1998 году резко пошло увеличение количества погибших людей во время наводнений. Это говорит о том, что масштабы этих наводнений резко так же увеличились. Здесь показан график, в качестве примера, количество торнадо в Германии с 1800 года по 2010 год. На этом графике совершенно четко видно, что начиная с 1998 года произошел невиданный пик увеличения количества торнадо. И вот я вам покажу просто, что торнадо примерно с количества 100, с числа 100, оно подскочило до числа примерно 240 торнадо в год. Представляете, это более чем два раза за один год произошло увеличение торнадо, что бы свидетельствует о изменениях энергетики атмосферных процессов. Вот здесь мы показываем график тропических штормов. На этом графике также видно, что количество среднегодовых сильных тропических штормов, колеблется в пределах примыленного тренда, очень-очень незначительно растущего. А вот именно в 1998 году произошел резкий скачок количества североатлантических тропических штормов. И, наконец, мы рассматриваем график, который отражает лесные пожары в Восточной и Западной Европе, а также в странах СНГ. Мы видим, что в 1998 году произошел невероятный скачок количества лесных пожаров, и он увеличился, опять-таки, в 2,5 раза. То есть число лесных пожаров увеличилось в 2,5 раза в течение одного года. В предыдущем 2,5 раза было меньше, и весь предыдущий период было значительно меньше. Вот очень интересное сравнение графиков, отражающих совершенно различные процессы. Вот в данном случае мы видим график, который отражает изменения вулканической активности, график, который отражает число цунами, график, который отражает число сильных землетрясений, график, который отражает число погибших людей при цунами, и график, который отражает дрейф северного магнитного полюса. На всех графиках совершенно отчетливо видно, что, начиная где-то с 1997 до 2000 годы, произошел резкий скачок всех показателей, всех этих природных потоков. Целью нашей передачи, конечно, не является попытка напугать население, зрителей происходящими контрастно-процессами. Это факт, который, в общем-то, хорошо всем известен, и многие сами являются свидетелями того, что происходит на самом деле. Речь идет о том, что мы хотим просто представить достаточно объективный, глубокий анализ того, что происходит. И вот есть очень много различных мнений, много различных суждений, и на уровне обывательском, к сожалению, можно слышать совершенно разные, ну, некорректные высказывания. Начиная, имеются две крайности. Одна крайность говорит, что вот подошел судный день, и всему уже придет конец всей цивилизации, всему биологическому миру. А другая крайность говорит, что это все неправда, все ерунда, никаких изменений не происходит, никакого повышения не происходит. Это все попытка кого-то, каких-то сел, или каких-то групп, напугать людей, вести, так сказать, для людей и так далее. Мы хотим показать, что ни то, ни другое не соответствует действительности, да, резкий рост происходит сейчас всех видов природных катаклизмов. Это действительно так. Но природные катаклизмы, так же, как и все геологические процессы, происходят с определенной цикличностью. То есть этот рост, он не бесконечен, он доходит до определенного какого-то уровня, а затем происходит спад, и затем опять происходит рост. Почему в какие-то моменты, значит, рост значительно в амплитуде выше, чем другие периоды, например, предыдущие. У этого тоже есть свое обоснование, то есть множество циклов, они образуются под влиянием различных по своим масштабам процессов. И эти процессы как внутрикламентарного характера, так и космического характера. Например, положение Земли на орбите Солнечной системы, оно вызывает свои циклы. Солнечная активность вызывает свои циклы, 11-летние, 22-летние циклы. Вращение Земли тоже вызывает свои определенные циклы. Вращение Луны вокруг Земли тоже вызывает циклы в виде приливов в недрах Земли и в гидросфере Земли, то есть в океанах. И вращение Солнечной системы по кругу галактики тоже приводит к соответствующей цикле личности 250 миллионов лет, то есть это полный оборот. И этот цикл, он отражается также в геологических процессах. Например, на основе анализа палеонтологических исследований, на основе изучения полимагнитных процессов, ученые выделили периоды примерно 250 миллионов лет, когда происходили очень серьезные изменения форм жизни. Солнечная система, вращаясь вокруг центра галактики, также совершает и своеобразные спиральные движения. Вот эти спиральные движения, спиральные вращения, когда Солнечная система оказывается то выше экваториальной плоскости галактики, то ниже. То есть то условно в северной части она находится, то условно в южной части. И вот период времени, когда она находится в северной части, экваториальной плоскости галактики составляет около 33 миллионов лет, так же как и период ее нахождения в южной части от экваториальной плоскости галактики. А в целом этот период составляет вот эти синусоиды составляет 66 миллионов лет. И этот цикл также отражен в геологических процессах это один из известных циклов геологии нашей планеты. Как известно, глобальные климатические изменения в настоящее время наблюдаются повсеместно. Они зафиксированы учеными всего мира. И наряду с другими факторами, на мой взгляд, одним из основных факторов, влияющих на глобальные изменения климата, является дрейф магнитных полюсов нашей планеты. И что такое магнитная магнитосфера, магнитное поле планеты? магнитосфера оказывает очень существенное влияние на процессы бионосферы. Естественно. И движение магнитных полюсов, когда вот эти зоны повышенного поступления гигантской, капускулярной и волновой электромагнитной энергии на поверхность Земли, они вдруг смещаются. и вместе с магнитным полем, вместе с магнитосферой смещаются и системы циклонов и антициклонов. В результате этого привычная система образования циклонов и антициклонов, она меняет свое положение относительно Земли, и это приводит к тому, что климат меняется интенсивно в глобальном масштабе. Все, о чем я говорю, достаточно детально и глубоко освещено в монографии, которая была опубликована мною совместно с выдающимся советским ученым с мировым именем, академиком Академии наук СССР и Российской Академии наук, а также целого ряда национальных академий наук разных стран, международных академий Виктория Гамича Хая, который был моим учителем, к сожалению, которого сейчас нет живых. И вот эта книга цикличность геодинамических процессов и ее возможная природа, она имеется в продаже в магазинах, ее можно приобрести, она опубликована издательством научный мир. А другая книга, которая была опубликована годом ранее, эта монография была опубликована в Болгарии, в издательстве, расположенном в городе Бургас. Это монография под названием «Пространственно-временные закономерности сейсмической лукарической активности». Она также опубликована мною в авторстве с академиком Гитлером Хаемом в 2008 году. И эта книга имеется в интернете в свободном доступе, то есть ее можно свободно скачать. И она размещена на сайте www.osco.com Я также хотел сказать несколько слов об этой книге. Это книга «Гравитационные волны геодинамика», в которой впервые рассмотрена возможность влияния гравитационных волн космического характера на геодинамические процессы на нашей планете, в частности на природные катаклизмы. Эта книга была опубликована в 2004 году под редакцией академика Академии наук СССР и России. И она также имеется в свободном доступе, ее можно скачать на сайте Всемирной Организации по научному сотрудничеству www.osco.com на этом я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю передачу и поблагодарить всех зрителей наших за внимание. Большое вам спасибо и желаю вам благополучия и всего самого наилучшего 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 и наилучшего 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 наилучшего